здравствуйте мои дорогие друзья с вами канал ирина шевелева цветочном мире сегодня ребята уже 14 февраля кстати пользуюсь случаем хочу поставить поздравить всех влюбленных как говорится не такой праздник как я говорю праздник для молодых ну хорош такой приятный праздничек ну а я решила сегодня сделать небольшое видео обзор своего зимнего сада ну вот начну ребят это у меня сеянцы тагетисов их бархатцев отклоненных вот так они на сегодняшний день у меня выглядят немножко поздновато я про них совсем забыла чуть чуть поздновато посадила их бы хотя бы на недельку раньше посадить но ничего я думаю что все успеем вот так они нас сегодняшний день выглядит тут немножко статицы вот засунула тоже нашла семена с краешку вот ну а здесь у меня уже стоят мои новиночки мои новиночки мои череночки евро которые я уже пересадила побольше объем 10 калибрашки разные у меня вот калибрашку высаживала уже подкисленные торфы делала где-то процентов 60 70 кислого торфа плюс обычный нейтральный то есть агробалт зеленый плюс агробалт синий также здесь у меня идут есть новиночки устиков гвоздичка флоксик вот есть два вида у меня флокса но все это уже у меня кстати расчеренковано уже все почеренковала и все пересажено ну вот так вот она говорится сегодня выглядит у меня все вот такие красавчики ну а значит сверху у меня здесь это кассетки у меня еще в которой вот я сейчас занимаюсь делаю пересадочку полностью пересаживаю все кассеты которые уже укоренились вот вчерашний день сделала 10 кассет и вот почти вся работа у меня занимает практически вот эта работа занимает у меня практически все мое время на данный момент вот ну а тут у меня немножко стоит еще бегушек водички тоже что укореняется то и пересаживаю так сейчас хочу сурчик взять и показать вам что у меня говорится сверху сверху у меня моя гацани которую я уже давно вам не показывала она уже выглядит у меня вот вот так вот вот так прям шикарно уже вся такая большая стоит она у меня чисто под вот этим вот светом другого света у нас нету под крышей нашего зимнего сада вот так она у меня выглядит подросла уже уже произведены очень много под кормочек разных сегодняшний день она уже у нас получает по моему равнозначное удобрение это нужно лезть тетрадь смотреть потому что по каждому растению все записывается пикируется в разное время и под кормочки идут тоже в разное время так это моя я вам показала свою центральную ну еще у меня вот здесь вот еще одна самая нижняя полочка здесь у меня находится мои пиларгонии это пиларгошки которые на продажу здесь разные меня сорта что-то вон засветает там вдалеке ну это мои скажем так старые сорта ну вот осталось уже принципе одна полочка у меня а было три девочки поэтому немножко не расходятся продаются вот ну а здесь у меня вот это результаты моих трудов на сегодняшний день тут у меня все рассаживается все пики это уже мои кассетки рассаживаются здесь вегетативная питунья разных сортов вот есть немножко ампельной гвоздички но она еще маленькая такая ну вот немножечко все это у меня сейчас рассаживается сверху там тоже все вот вот прям там сверху вот ну а тут у меня маленькая проблемка сегодня у меня здесь перегорела лампа а в наличии уже ламп нет поэтому сейчас надо в экстренном порядке сына ехать в город что-то приобрести здесь стоят саженцы моих бегоний вот такие бегу не ребята я продаю вот так они у меня выглядят все вот у меня есть несколько сортов кому будет интересно пишите сброшу каталог на бегонии бегу не не сильно много но очень красивые сорта также есть он велико не у меня априкот блэш есть борис с оленей разные вот некоторые зацветает в горе горик засветает такой красивый просто обалденный оранж шоколад вот там на заднем плане у меня вот тут у меня тоже всякие разные бегушке это уже третий этаж вот тоже бегу не на это еще малюточки ведь еще подрастают но уже 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 как говорится растут вот если кто следит за моим видим помните я вам показывала своих борисов пересаживала листиком и вот они уже все начинают расти видите с под листика выходит уже детка сейчас вот эту уберу покажу вам вот а тут уже он прям хорошо вылез видно вот он такой красавчик прям очень красивые еще борис то вообще шикарнючие растение просто красавец вот у меня две почки вот этих по половинке занимают бегуней ну а здесь у меня немножко еще моих маточных растений это пиларгония который я оставила уже вот в таких литровых хорош очках оставила который буду высаживать в открытый грунт вот у меня тут немножко я уже не стала их переваливать думаю уже весной пересажу пусть уже бедненькие ютятся вот извините ребят но тут еще у меня тоже и большуны есть и малыши есть которые только-только пересаженные разные ты ты вообще только вчера пересадила малюток всех тут уже чуть-чуть подросли вот ну а тут мои новиночки стоят разные стоит у меня шардоне которые я у меня мой маточный кустик пропал и поэтому я решила себе оставить саженцы сделать потом ну вот уже они подрастают такие скоро можно будет снять какой-то с них череночек уже я думаю что весне будет предложение какое-то ну а здесь мои новиночки моих пиларгоний разных они еще маленькие все но они обрастают у меня развиваются ну здесь как я сказала уже мои новиночки здесь которые вот корешки у меня оплетают потихонечку горшочек небольшой вот такой ну по новиночкам я какие приобрела за последнее время расскажу вам попозже вот что-то у меня здесь растет но это все пиларгоний ну а здесь вот у меня верхний этаж вот у меня это вот все труды работы местом катастрофически не хватает там заканчивается еще вот кусочек остался и не знаю как там что дальше будет пока места нет жду когда за доделается теплицу а теплица уже вот-вот готова ну а вот это вот ребят мои сеянцы питуньи это как говорится печаль как какая-то схожесть вроде на первый взгляд и неплохая была но дальше все больше вот это у меня кстати это второй этап посева вот вот это у меня второй этап посева питуньи кустовой вот это у меня этап это вторую это первые ну а вот это у меня был три кассетки я рассказывал это мой нулевой этап вот они сейчас уже пойдут у нас на пересадку сейчас мы займемся это уже пересадкой но здесь как-то вот эти кассетки тоже неплохо тут вот краешек немножко не взошел ну в общем где-то я посмотрела схожесть кустовой питуньи ну где-то 70 80 процентов остальное все выбросить из 8000 я так и думала что у нас останется наверное тысяч шесть с половиной но это в лучшем случае там будет видно немножко хлорозит но это будет опрыскиваться уже обрыскивала один раз значит они у меня сейчас получают уже равнозначную подкормочку пока кормлю их по листу плантофоль чекам но сейчас добавлю плантофол 2020 надо добавить хилат железа хилат железа я добавляю 6 процентный и на первый раз 5 грамм 2 раз 7 грамм то есть я немножко увеличиваю дозу каждым разом потому что можно обжечь растение но и я их обрабатываю по листу 6 процентным потому что 11 процента я не использую вот им можно вообще обжечь и это будет очень плохо ну вот так вот у меня уже выглядит здесь бегонечка которую мы уже половинку тут повыковыривали ее по пересаживали большую вот это уже остались малютки но тоже вот вот пойдут уже на пересадку ну вот это вот у меня грубо говоря первый этап моих сеянцев петуни кустовой вот так они все выглядят как я уже сказала схожесть примерно тут вот есть некоторые сорта которые очень плохо взошли сортов очень много поэтому я не буду рассказывать какие сорта это ведь у меня как всегда под номерами все надо будет просто идти лезть тетрадь свою смотреть как называется каждый сорт ну это мы уже сделаем возможно когда уже все по пикирую расскажу какие сорта и как они выглядят вот вот такая тут уже вот это у меня здесь 12 кассет это первый этап посадки ну вот и судите сами сколько тут процентов схожести но 70 может быть и будет вот это у меня лобилия кустовая в общем все это как-то так выглядит ну вот сейчас также вам покажу еще второй этап посевов вот это у меня второй этап посевов и посмотрите как она выглядит тут вот видите это второй этап схожесть есть некоторые сорта просто великолепно взошли а есть которые ну вообще никак вот это один одна из кассеток которая здесь у меня сорта стопроцентные сходы вот это тоже кассетка практически стопроцентную схожесть вот ну вот ребята судите сами какая тут схожесть как я говорю в лучшем случае каких 6000 чтобы получилось из восьми схожесть никакая это у меня кассетка я щас пересаживаю тут немезия разным сорту вербейник монетчатый там немножко тут это я уже открыла свои каких господи хризантенки сейчас спущусь вот какой-то сортик ну края это края вот видите вечная проблема где-то подсыхают где-то не увидел а так вот они хорошо выглядят так хризантемки мои красотуньки то мои тайдалы вот уже которые я черенковала уже укоренились в общем тут много чего вот еще у меня хризантем очка тут и сразу разная корейская мультифлора тут немножко лобелии оргерантемум брахиком к это вот мои уже пошли георгиенчики которые тоже нужно пересаживать но всему своя очередь как говорится вот это мои георгиенчики тут учета у меня видно тоже край где-то подсох но ничего не без этого выпад вот ну вот такая вот у меня такой вот получился обзорчик здесь вот открыла так это кто у меня господи все в голове вылетает это у меня устики где-то уже наверное рановато открыла но ничего страшного как есть так есть вот тут тоже не немезия бакупа вербенки немножко короче здесь сыр бор даже лавандочки он немножко зачеренковала у меня было пару кустиков оставались теплицы так зачеренковала немножко лаванды плектран туз будра там он фоксия короче сбор ну а тут уже питуньки тоже разные вот ну и покажу вам уже последний этап сеянцев питу и наверное не будет видно немножко посох еще не опрыскивала их сегодня но тоже смотрю всхожесть опять же разные хотя одни и те же семена вот сейчас буду опрыскивать это все поливать ну вот так они выглядят у меня малыши малышатинки наши еще тут у меня снизу есть немножко тоже все по-разному выглядит вот через пленочку это нет такие шторки виде пленочки ну а здесь у меня уже мой евро черенок который приходил не я сняла уже череночки это все у меня сейчас укореняется тоже сейчас буду здесь все проветривать и и и и как всегда проветрить и ставить дальше но еще рано я их только наверно пару дней назад когда черенковала в общем вот такие ребята дела у меня так вот смотрите на сегодняшний день мой зимний сад вот это у меня мои кустовая мои кустовая это у меня ампельная питунья которую нужно пересадить так и не пересадила еще пока руки не дошли ну и по-новому можно уже черенковать очень хорошо наросли уже здесь такие хорошие кустики вот так они все выглядят красотища вот они такие уже это вот у меня то и дал но если бы их пересадила как давно хотела это сделать в литровый объем щек то уже было бы дело но сейчас уже точно дойдут сейчас у меня идут сплошные пересадки из косе стаканы из маленьких стаканов больший объем ну в общем как то так вот смотрится мой зимний сад все умеет место освобождаются кассетки пересаживаются сейчас будем снова заполнять и вот такой круговорот тут у меня немножко еще пеларгоньки есть вот ладно мои дорогие друзья буду заканчивать свой небольшой обзор всего вам доброго как говорится пишите если кому нужны будут бегонии очень красивые сорта пишите сброшу каталог также по пеларгониям всего вам доброго мои дорогие друзья и пока пока а кстати хочу сказать что хочу еще сделать вам обзор теплицы своей но это я уже сделаю взять на завтра сейчас пойду работать так уже отвлеклась все мои хорошие всего доброго и пока пока